Библейский портал экзегет.ру представляет Шестая глава, собственно, описывает, как это строительство началось В 480 году, после исхода израильтяна с земли египетской, четвертый год царствования Соломона, то есть он еще совсем молодой царь, в месяц Зив, это был второй месяц, было начато строительство Господнего храма Храм, который построил царь Соломон Господу, был в 60 локтей длиной, в 20 шириной и в 30 высотой Совсем не такой большой, 60 локтей, это около 30 метров и 10, соответственно, в ширину Перед храмом был притвор на всю ширину храма, еще на 10 локтей он выступал наружу с каждой стороны, то есть такая вот конструкция, которая шире, чем основная часть храма В храме Соломон сделал оконные проемы с рамами, вокруг всего храма, включая давир, давир это внутреннее святилище, где, собственно, стоял ковчег Он сделал пристройки к внешней стене храма, а вокруг нее расположил комнаты Нижний ярус пристройки был в 5 локтей шириной, средний в 6 локтей, а третий в 7 локтей Она держалась на наружных опорах, чтобы не вставлять крепления в стену храма Ну, то есть, чтобы оно снаружи опиралось, а стены не были бы вот какими-то там дырками для балок обезображены Для постройки храма брались только камни, которые уже были обтесаны в каменоломне И не слышно было молотков, топоров и других железных орудий при строительстве Интересно, что был запрет на сооружение жертвенника из тесанных камней То есть, камень, который обтесывают, все-таки он более человеческий Здесь, конечно, обтесанные камни, невозможно из необработанных камней построить большую структуру, какой был храм Но все равно обтесывали их где-то далеко Вот на стройке на самой нет Вход на средний ярус при стройке был с южной стороны храма По лестнице поднимались на средний ярус, оттуда на третий Когда строительство храма было закончено, его обшили кедровыми балками и досками Кедр – ценное дерево, и поэтому обшитый кедром Храм – это особенно такой вот красивый и элегантный тип здания Вокруг храма также была сделана пристройка высотой в пять локтей Она была прикреплена к храму кедровыми балками Было Соломону такое слово Господне «Ты строишь этот храм, и если ты будешь поступать по моим заветам и указаниям Если на деле будешь хранить все заповеди мои, поступая по ним То я исполню при тебе слово мое, которое дал отцу твоему Давиду Я буду обитать среди сынов Израилевых и не оставлю народа своего Израиля» То есть, смотрите, ты строишь храм, но вопрос не в том, хороший ли храм ты построишь Как быстро, на какие деньги и так далее Вопрос в том, как ты себя будешь вести Если будешь соблюдать мои заповеди, я буду в этом храме Если нет, то нет Так завершил Соломон строительство храма Он обшил его изнутри кедровыми досками с пола до потолка А пол в храме он настелил из кипарисовых досок В двадцати локтях от дальней стены он построил преграду из кедровых досок От пола до потолка, чтобы отделить в храме довирь святой из святых Самая священная часть, куда входил только первосвященник В определенные моменты, которая была недоступна Храм, то есть его притвор, был в сорок локтей шириной На кедровой обшивке храма были вырезаны изображения плодов и распустившихся цветов Всюду был только кедр, а камня не было видно А довир внутри храма он устроил для того, чтобы поставить там ковчег Господень Довир был в двадцать локтей длиной, в двадцать шириной То есть десять на десять метров, примерно чуть меньше И в двадцать высотой Он обложил его чистым золотом И также обложил жертвенник, сделанный из кедра Соломон украсил чистым золотом храм Протянул золотые цепи пред довиром И украсил чистым золотом довир Весь храм украсил он золотом полностью Равно как украсил жертвенник в довире Не очень понятно, что конкретно было золотым Но очевидно, очень много золотых украшений В довире он сделал двух херувимов И сделали бы маслины в десять локтей высотой Около пяти метров Каждое крыло херувима было в пять локтей длиной Так что от конца одного крыла и до конца другого Было десять локтей В десять локтей был и другой херувим Оба херувима были одного размера и одного вида Один херувим был в десять локтей высотой Также и другой херувим Вот сразу видно, что повествователю не хватает иллюстраций Сегодня бы нарисовали принципиальную схему этих херувимов, а так он повторяет одно и то же немножко разными словами, и все равно не очень понятно, как выглядело. Он поставил херувимов с растертыми крыльями во внутренней части храма, так что один крылом касался одной стены, а другой другой стены, и между собой они тоже соприкасались крылами. И херувимов обложил он золотом. Кстати, как выглядели херувимы, мы не знаем. Сегодня херувимами обычно называют таких голеньких младенчиков с крылышками. Явно не так. Весьма вероятно, это были такие звероподобные существа. Но во дворцах ассирийских царей мы находим таких, знаете ли, ну как бы духов, но в виде звериных тел. Это лев или бык, обычно с человеческой головой и крыльями. Вот такой символ мощи, власти, могущества. Это некий служебный дух, который у ассирийских царей их охраняет в храме, видимо, служит такой стражей для Господа. И по всем стенам храма, и внутри, и извне, он сделал резные изображения херувимов и пальмы, распустившихся цветов. Храм он также украсил внутри и снаружи золотом. На входе в доверь он сделал двери из дерева маслины с пятигранными столбами по бокам. Обе дверные створки из оливкового дерева были покрыты резными изображениями херувимов, пальмы, распускающихся цветов, и покрыл их золотом, и на херувимах, и на пальмах была золотая чеканка. Такими же он сделал и входные ворота в храм с четырехгранными столбами из масличного дерева. По две створки из кипарисового дерева с каждой стороны вращались на петлях. На них он тоже вырезал херувимов и пальмы, распускающиеся цветы, и поверх резьбы обложил золотом. Он построил стену для внутреннего двора и стесанных камней в три ряда и кедровых бревен в один ряд. Ну вот, подробное описание. Не все детали нам одинаково ясны, но в общем, в целом, представляем себе храм как строение, которое, конечно, тогда казалось впечатляющим. Сегодня здание, ну, меньше типового дома, я не говорю там многоэтажного, блочного, а вот вообще обычного такого дома, загородного. Тогда все-таки люди жили гораздо скромнее, чем сегодня, но все, что они могли, они сделали в этом храме. Самые дорогие доступные материалы, кедровые доски, золотые украшения. И, в общем, он понимается как дом, в котором Господь символически обитает среди своего народа, и Господь обещает это делать, если Соломон, но, видимо, подразумевая весь народ, тоже будет соблюдать его заповеди. На четвертый год царствования Соломона в месяц Изи в храм был заложен, а в одиннадцатом году в месяце Буллет, а восьмой месяц был закончен храм в соответствии со всеми замыслами и расчетами. Его строительство заняло семь лет. Долгий строительный проект. И что же будет внутри храма? С одной стороны нужно описать утварь, с другой стороны смысл того, что там происходит. Об этом следующая седьмая глава.